добрый день дорогие друзья ассалам алейкум всем вы на канале вкусная еда с хадиджи сегодня вашему вниманию я хочу предложить нежнейшие тончайшие лаваши на сковороде как я их пеку и как сохранить их свежесть и красоту и сколько можно всего приготовить из вот таких замечательных лавашей я вам всем желаю удачи на кухне я буду с вами щедро делиться секретиками которыми уже давным-давно пользуюсь и вкуснее домашнего лаваша нет ничего итак давайте начнем приготовление начинаем приготовление теста муку высшего сорта пшеничную просеянную 400 грамм я высыпаю в миску делаю углубление и отправляю сюда одну чайную ложечку соли все замешивается очень быстро 200 миллилитров один стакан горячей воды не крутой кипяток просто горячая вода и две столовые ложечки растительного масла без запаха замешиваем мягкое тесто но крутое тесто получилось очень мягкое эластичное немножко у меня оставалось растительного масла буквально две капельки я капнула подкатываю в шар и сейчас накрываем крышечкой и даем отдохнуть минут десять-пятнадцать наше тесто готово но прекрасно отдохнуло посмотрите она очень мягкая сейчас эластичная и сейчас мы его будем разделывать разделим его на десять частей тесто разделила на десять шариков каждый шарик по 64 грамма накрываем крышечкой и каждый шарик начинаем раскатывать шарики наши готовы они очень симпатичные и сейчас каждый шарик будем раскатывать очень тоненько нужно раскатывать не боимся подпылять мукой тесто все равно возьмет столько муки сколько ему надо нужно нам раскатать пласт эллипсообразный потому что из этого пласта у нас получится два лаваша сковородка на которой мы будем выпекать она толстостенная она диаметром 30 сантиметров и я буду вырезать кружочки где-то по 26 сантиметров все раскатываем практически у нас уже пласт готов и вот так подравниваем края от центра к периферии подкатываем чтобы все везде было равномерно и тонко и вот так уже выкладываю крышечку и по размеру вырезаю кругляши наши тоненькие тончайшие лаваши посмотрите какие они получились тоненькие как пергаментная бумага руку аж просвечивает из таких лавашей великолепные получаются закуски прекрасно можно приготовить шах плов будет очень изысканно и так выпекаем сковорода нас уже ждет она уже нагрелась на медленном огне раскалилась уже сковорода и буквально до первых пупырышек как только первые пупырышечки появляются сразу переворачиваем и пропекаем следующую сторону вот так слегка подворачиваем подкручиваем лаваш вот посмотрите буквально несколько секунд после каждого лаваша обязательно мокрой тряпочкой протираем сковородку излишки муки лаваш один из секретов чтобы он был мягкий обязательно опрыскиваем чистой водой вот так каждый лаваш с обеих сторон ну надо знать меру чтобы не были влажными иначе лаваш к лавашу очень сильно прилипнет и очень важно это выкладывать на полотенце посмотрите лавашу вернула былую влагу вот были полежал немножко в полотенце он какой мягкий и вот только испеченный лаваш обратите внимание влаги нет он сухой как сухарик аккуратно его выкладываем пока он горячий опрыскиваем водой с обеих сторон и накрываем полотенцем полотенце забирает излишнюю влагу многие из вас кто готовили лаваши говорят что они получаются очень жесткие и резиновые но посмотрите какие они нежнейшие просто нежнейшие вот я называю их кружевные на самом деле они как тоненькие тоненькие блинчики с любой начинкой можно заворачивать и готовить все что хотите любые закуски как хранить эти лаваши в холодильнике у меня на канале есть видео посмотрите пожалуйста я оставлю ссылочку на экране и под видео в описании под видео в описании укажу весь рецепт посмотрите какие они тоненькие вот такие тонкие замечательные лаваши у нас получились итак дорогие друзья если вам понравилось мое видео ставьте лайк поддержите нас лайком я вам буду очень признательна если вы впервые на моем канале подписывайтесь не забудьте нажать на колокольчик справа чтобы не пропускать новые видео делитесь моим видео со своими друзьями и близкими пишите в комментариях как получается у вас я очень буду благодарна вам за обратную связь и так я вам желаю всего самого наилучшего здоровья и до новых встреч на канале вкусная еда сходить же я вас всех жду пока пока